С вопросом, связанным с защитой и сохранением своей имени с регистрацией и защитой названия ресторана отеля торгового знака бренда, выступит патентно-поверная компания «Петропатент» Новосельцев Дмитрий. Пожалуйста. Да, мне куда угодно. Вы знаете, я, наверное, стою, потому что мне так удобнее. И... Ну, окей, вот стою застал. Добрый день, меня зовут Новосельцев Дмитрий. Я специализируюсь на интеллектуальной собственности, на авторских правах, на всем, что связано с бизнесом, который находится в головах клиентов. Поэтому, на сколько лет за это сажают, можно ли копировать конкурента, можно ли постить фотки из тяжелого меню, и что делать, если ваш сотрудник ушел куда-то, к чьей-то хвалу и так далее, вот об этом вы сможете спросить меня ближе к концу моего выступления. Потому что я хочу немного поговорить, а потом ответить на вопросы, которые всегда бывают достаточно интересны. Тема, которую я выбрал, это «Защити и сохрани свое имя», потому что говорить мы будем о том, что нельзя потрогать с руками. Да, и это очень интересный вопрос, с моей точки зрения, потому что большинство рестораторов, ательеров и вообще людей, которые занимаются бизнесом, об этом не задумываются, когда все хорошо. Ну, потому что что у тебя в витышке не работает, это важнее, чем то, что у тебя на сайте не оформлены какие-то договоры на картинке на авторские права. Это сильно важнее, да, или то, что горит что-то где-то, но важнее ровно до тех пор, пока не пришла прокурорская проверка с вопросом про пять лет лишения свободы. Потому что вытяжка это все-таки одни деньги, а пять лет лишения свободы другие в этом. То есть совершенно разная история. И надо понимать, что особенно в современном российском обществе, с нашими современными российскими тенденциями, запретить, не пущать, принимать законы и так далее, защита интеллектуальной собственности становится все более актуальной. Причем актуальной не с точки зрения растущего правосознания, не в смысле, что все стали более как-то заботиться об этом. А это как инструмент давления является крайне значимым моментом. Потому что на практике вот 70, наверное, процентов дел связано с тем, что люди приходят и говорят, слушайте, мы бы хотели все наладить. А 70 процентов дел связано с тем, что, слушайте, мы как-то вот тут что-то это ничего не оформляли никогда, но пришли наши конкуренты, которые зарегистрировали наше название, которое мы использовали уже 10 лет, и нам же предъявляют претензии. Вот это, наверное, самая типовая ситуация. Поэтому о чем мы поговорим? Все вот это называется таким понятным американским словом «бренд», которое вроде бы мы все используем, но не очень понятно, что же оно значит. И вопрос, который я люблю задавать, это не что такое бренд, а где он расположен. И вопрос достаточно простой. Где физически расположен бренд? Вот ответ, который нравится лично мне, что бренд – это все, что знают про нас. Поэтому физически бренд – это не больше, чем набор нейронных связей в голове человека. Вот все, что находится в головах других людей, все, что они могут посмотреть в интернете, а все, что они могут про нас узнать, услышать, те фотографии, которые они видят в меню, те тексты, которые написаны, те инструкции, протоколы, все, что есть связанное с нашим бизнесом и все, что можно носить в голове. Вот это все относится к понятию бренд или к понятию интеллектуальная собственность. И у этой интеллектуальной собственности есть такая особенность – ее нельзя потрогать. Вечное право на ней не распространяется. То есть, если кто-то утащил стол или кассовый аппарат, с этим все понятно. А что делать с теми, кто утаскивает название? Или кто утаскивает картинки? Или дизайнер-фрилансер, который работает с вами и по каким-то причинам решил тот же самый сайт продать еще кому-то? Ну, а что два раза вставать, называется? Достаточно типовая ситуация. Или ситуация, в которой конкуренты пришли и начали ваше название регистрировать на себя. Особенность, которую нужно понимать, что все, что связано с вопросом интеллектуальной собственности, это не более чем буквы на бумажке. Это вопрос общественного принуждения. Что такое общественное принуждение? Мы все с вами в обществе договариваемся, что нехорошо таскать чужие вещи, и мы все с вами договариваемся, что нехорошо таскать материалы, разработанные кем-то еще. Ну, договариваемся мы хотя бы на уровне закона, потому что как раз общественное сознание в этом плане совершенно по-другому настроено. Я же этот сайт своими руками делал на работе, я же делал его сам, правильно? Значит, ты, ну и как-то, помните, как про кота Матроскина, да? Что корова-то государственная была, а кота-то уже мое, потому что я ее получаю. Вот я очень много сталкиваюсь с этой ситуацией, когда люди что-то делают, особенно сотрудники, вырабатывают какие-то результаты интеллектуального труда, а потом уходят с ними с искренним совершенно ощущением, не, ну а что не так? Ну, вы за ту зарплату, которую вы получили, я мало того, что работал, так я еще и что-то вообще сделал-то. Ну, спасибо, скажите, что, ну, конечно, я это перепродам еще раз, потому что, ну, надо же как-то жить, да? И вроде бы, вот по житейски это понятно, а с точки зрения законодательства это 6 лет решения свободы так нужно делать. Да, то есть, но, и если это все оформлено корректно, то таких вопросов не возникает, потому что, когда сотрудник приходит на работу и сразу подписывает документы для соглашения, да, сразу подписывает соглашение, в котором написано, кому принадлежит интеллектуальная собственность, обязательно в конце недели или месяца сдает результаты действия, распечатывает скриншоты, распечатывает меню, распечатывает все, что сделано в процедуре, протоколе, подписывается, что он это передает компаниям. Компания это защищает стоп-новым образом, я потом расскажу, как и сколько это стоит, то у них уже самих по-другому к этому формируется отношение. И у них, и у конкурентов, и у кого-то это не было еще. Поэтому главное, что надо знать про интеллектуальную собственность, что если что-то произошло, то уже, в общем, поздно. И в идеале было бы здорово делать что-то заранее. Причем есть огромное количество вещей, которые вы уже можете сделать заранее. Я предполагаю, что вы здесь в основном предоставляете менеджменты собственника. Перемидер, вы будете предоставлять менеджменты собственника. Окей, так, а остальные? Шеф-повара. Окей. Тогда я буду просто рассказывать с нескольких точек зрения. Что вообще может быть у вас уведено, так сказать? И на что практически невозможно предъявить претензии, если вы специально об этом не позаботитесь раньше? А в первую очередь, и естественно, это название. А если вы следите за ситуацией в санкт-петербургском рынке, особенно в японской кухне, то вы можете знать, что эта проблема является достаточно актуальной. Что чем придумывать название? Проще взять название конкурента, примерно такой же логотип и перерисовать все. И вот название вводится очень часто. Потом сайт. Есть моделирование, когда вы берете хорошие образцы, перерисовываете их и делаете красиво. А есть просто вот один в один copy-paste. И с copy-paste там один в один, если вы изначально ничего не сделали, то тоже сложно бороться. Очень важный момент, который я в свое время внедрял в нескольких как раз ресторанах, в одном центре доставки, в одном ресторане, это внутренние процедуры. Внутренние процедуры и алгоритмы. Потому что при той текучке, которая есть в общественном питании и в отельной деятельности, защитить внутренние процедуры становится значимой задачей. И понятно, что все, кому в голову приходит открытый ресторан, по крайней мере, думают о том, чтобы пойти поработать в Макдональдсе. Но, по крайней мере, внутренние стандарты и процедуры Макдональдса не лежат нигде в открытом доступе. В отличие от стандартов процедур многих других ресторанов. По понятной причине. Потому что связываться с Макдональдсом, в этот плане себе дороже. И те, кто имеют доступ к этим процедурам, они столько всего подписывают, что они несколько раз задумываются, что, может, я лучше сам перескажу. А когда они сами пересказывают, это получается, что оно как в повороте. Сосед вам напел в повороте в ванной. Вроде тоже в повороте, но как-то не совсем в повороте. Вам нужно сохранить ваши оригинальные процедуры, которые у вас есть. И алгоритмы, естественно, также. То, что оно касается меню технологических карт, и всего, что с этим связано, дизайна, сайта, интерьера, наработок и так далее. То есть, в идеале, у вас должен быть кто-то, чья голова болит о том, чтобы это защитить, от того, чтобы у вас это утащили. Хорошо. И причем этим кем-то, если этот есть специальный человек, например, юрист, или, например, это может заниматься хрпиарщик, на самом деле, просто должен быть ответственный. Если такого ответственного нет, то голова в итоге будет болеть у собственного. Даже не у директора, а у собственного, естественно. Что вы можете сделать? О чем вам нужно задуматься? Я вкратце расскажу, какие процедуры бывают, что можно с этим делать, и сколько это примерно стоит. Значит, названия, слоганы, короткие обозначения защищаются, как товарные знаки. Товарные знаки — это такая достаточно сильная процедура. Она занимает примерно год. Вы подаете специальную заявку в Роспатент, либо самостоятельно, либо через патент инфо-регану. И через год получаете удостоверение, такое свидетельство о том, что никто, кроме вас, не может использовать это название, этот слоган или эти вот картинки в отношении каких-то товаров и услуг. Товарный знак предоставляет, наверное, самую сильную защиту, потому что доказывает прочее. У вас есть свидетельство из Роспатента, вы с ним идете в антимонапольный комитет, в арбитраж, если надо, в уголовное дело возбуждаете. Но это занимает около года, и средняя стоимость получения от тысячи долларов за единицу. За единицу чего? За единицу названия, за единицу переведенного названия, за картинку, за домен, еще за что. В среднем на практике компании, ну достаточно состоявшейся, регистрируют 3-5 знаков, защищают тремя пяти знаками основные какие-то положения, которые у них есть. В принципе, 3-5 тысяч долларов, можно себе позволить. Но, это длинная процедура, и главное правило, кто первый встал, того и там же. То есть, вот кто успел первые подать, вот тот и получается 10. И истории по тому, что они на самом деле, мы используем это уже 10 лет, а у нас это увели, они вот в Роспатенте проходят с большим скрипом. Дальше. Вы можете защищать еще одна, вот такой юридический ход, который я вам подсказывал. Если у вас есть любые материалы, которые есть в электронном виде, читай любые материалы вообще, потому что сейчас все в электронном виде, включая фотографии, меню, процедуры стандартной текста, инструкции, договоры и так далее, то вы можете защитить их же, Роспатенте, как программы для ИВН. Что такое программа для ИВН? Такое вот специфическое название, но суть очень проста. Вы говорите о том, что у вас есть компьютерная программа, в состав которой входят вот такие материалы. И для того, чтобы сделать это компьютерной программой, вам достаточно сделать одну HTML-страничку, простейшую интернет-страничку, в которой сверху написано, что имя или в конце написано, а внутрь поместить все, что вы хотите. Абсолютно все, что вы хотите. Займет это примерно от двух недель до полутора месяцев, по стоимости будет от 5 до 10, до 15 тысяч рублей, ну, дайте, от 5 до 30, дайте. Но что это дает? В отличие от объектов авторского права, которые не требуют удостоверения, которые нельзя защитить в Роспатенте в России, к сожалению. В отличие от этих объектов, вы можете зарегистрировать вот такие программы и иметь на руках официальный документ, с которым вы опять же можете идти в случае чего. Поэтому достаточно интересный ход, который вы можете использовать. Все, что у вас есть ценного и при этом в открытом доступе размещаете на сайт, а сайт защищает с этой программой ДРВ. Вот такая вот понятная, простая рекомендация. А что еще? Соглашение, а не разглашение. Это такая совершенно и соглашение, а не конкуренция. Это американская фишка из англо-саксонского права, которая там есть, а у нас в гражданском кодексе вот разными вот такими путями делается. Это человек, приходя к вам на работу, обещает, что он никому-никому ничего не рассказывает и никогда-никогда в этой сфере работать не будет. Так как вся эта история хорошо работает в Америке, англо-саксонском праве, а к нашему не очень. Это минус. Но то, что никто об этом не знает, что это так работает, это плюс. А фильмы все смотрели. Поэтому если люди подписывают серьезные бумажки соглашения о не конкуренции и не разглашении, то в большинстве случаев это работает. Поэтому моя рекомендация все равно подписывайте соглашения о не разглашении и не конкуренции со всеми сотрудниками, включая пенсантов и так далее, и указывайте там любые санкции. Какая разница, какие санкции указывают, если такого договора все равно нет в Рожжевском кодексе. Правильно? Ну, а выглядит это очень солидно и серьезно. Поэтому мы... Опять, до какой-то степени это будет работать. Что точно будет работать, в том числе в России, но требует некоторой, опять же, предварительной подготовки? Это защита информации в режиме коммерческой тайны. Коммерческую тайну очень тоже понимают неправильно. Считается, что это любая информация, вот все, что мы делаем, может быть коммерческой тайной. Давайте сразу определимся, что не может быть коммерческой тайной, что является информацией открытого доступа. Ваши обороты, доходы, расходы, количество сотрудников, внутренние технологические процедуры, которые по законодательству должны быть, не могут быть коммерческой тайной. Сколько вы зарабатываете, сколько у вас сотрудников, не может быть коммерческой тайной в принципе. Теперь, что тогда может быть коммерческой тайной? Все остальное, что вы хотите, чтобы не получили на руки конкуренты. Вам нужно составить такую инструкцию, которая называется «Соглашение о защите коммерческой тайны», прописать, что конкретно туда входит, положить все их и выдавать документы под родственницей. То есть, это некоторая дополнительная юридическая формальность, но за счет этого, если кто-то у вас что-то украдет, пытается кому-то передать, у вас будут рычаги давления. Потому что, как это не забавно, но в российских условиях нарушение прав интеллектуальной собственности это особо тяжкое уголовное преступление, за которое 6 лет лишения свободы и до 5 миллионов рублей штрафов. На практике это значит 3 года условные и полтора миллиона, но 3 года условные и полтора миллиона это тоже не так здорово. И многих останавливает, слава богу, от того, чтобы напрямую вырушать какие-то законодательства и все прочее. главный принцип, который вам надо понимать. Об этом лучше бы задумываться. Это первое. Второе. Об этом лучше бы задумываться заранее. Потому что, когда что-то происходит и вы начинаете доказывать, что у вас это уже на самом деле давным-давно, работать это будет гораздо хуже. Третье. Если вы об этом задумываетесь, у вас есть несколько способов, как это защищать. И цена вопроса может быть очень разной. Вот я специально хочу это подчеркнуть. Потому что считается, что это занимает год, но стоит, наверное, очень больших денег. Скорее нет, чем да. То есть в Америке нормальная процедура, в Европе также, нормальный объем затрат на защиту пакета интеллектуальной собственности это где-то от 15 до 100 тысяч евро. Вот в среднем. Да? Порядка того. 3 миллиона рублей. В России вы можете обойтись достаточно символическими деньгами, особенно если будете делать это сами и поручить это внутреннему юристу или пиарщику, или кого вы там выберете. Ну почему пиарщику? Чего вы к пиарщику пристали? Не, ну он вроде как с информацией работает, пусть работает. Ну вроде как не юрист. А какая она деньги получает? О, ну вот у нас везде там где-то пиарщика, как просто в грехе. Я специально спросил, в Косовске, да? Я за них. Есть пиарщики, окей, ладно. Нет, это достаточно интересный момент. Потому что пиарщик, который может рассказать вот про это, обладает сильно большей ценностью, чем пиарщик, который не может рассказать про это. Он не может знать все, он человек. Нет, не может. Но то, что происходит в сфере деятельности, связанной с фотками, логотипами и так далее, кто-то об этом должен думать. Юрист? Угу. Все правильно? Да. Да, да, нет. Есть юристы, да, которые скажут, ну какой юрист, вы издеваетесь. Юрист вообще, при чем здесь юрист? Юрист по регистрации. Что вы можете сделать? Это может делать сам собственник, это может быть делать директор, пиарщик, юрист или кто угодно, неважно. Но кто-то это должен делать. Что первое? Вы можете просто взять, купить услугу. По защите для вас, как сделают подключить. Сначала полный пакет оформления подключил, он в России обойдется где-то от 200 до 500 тысяч. Вот если вы скажете, а я все хочу, а что хочу, а все. Да, вот в эту сумму можете рассчитывать, что вы уложите. Если вы хотите сэкономить, то надо защищать, в первую очередь, товарные знаки и нужно внедрить внутренние процедуры. Товарные знаки, как я и сказал, там самое дорогое, это госпошлина. Там госпошлина около 25 тысяч на один знак. Это даже не стоимость работы в юрист. Это именно госпошлина очень дорого стоит. Но, что не стоит почти ничего, это защищать свои сайты и составить пакет материалов, который будет подписывать каждый ваш сотрудник. Это вам обойдется порядка на этом 30 тысяч в среднем. Если еще дешевле, то вы можете купить специальные инструкции для своих юристов. В среднем это стоит по 3-5 тысяч за направление. И с помощью этих инструкций, по этим инструкциям ваши юристы будут для вас делать это за ту же ставку, которую они и так получают. Потому что, ну вот, они вроде как и так получают зарплату. Поэтому цена вопроса будет, скорее всего, от 3 тысяч рублей, если вы купите просто инструкции, то там 300-500, если вы захажете работу под ключ. Это такая вот основная часть, которую мне хотелось сделать, такую оба бью. У меня сейчас есть время на буквально несколько вопросов или практических ситуаций, которые я могу прокомментировать. Да, пожалуйста. То есть, пожалуйста, вы будете выдать какие-то практические заветы по защите базы данных, постоянных клиентов. Ну, не выше перечислено. У меня все есть. Защита от копирования есть, да? Я имею в виду базы постоянных клиентов, корпоративных партнеров, есть фонусы, съездки и так далее. Тут два момента. То есть, первое, защита от кого? От работников. От уноса от труда. Вот, от работников. То есть, первое, это есть ли у вас пакет материалов у коммерческой питания, которые они все подписывают, и эти материалы передают сотрудникам подробности. Второе, если технологически это реализовано, то самый красивый способ, который я видел, это когда у сотрудников вообще нет доступа в базе данных, в принципе, кроме одного конкретного поля, которое им нужно прямо сейчас. То есть, когда они кого-то обзванивают, они им, ну, то есть, вот те, кто обзванивает, те, кто в интернет, у них в режиме онлайн на компьютер всплывает вот это. Это доступа и компьютерная программа? Да, это специальная компьютерная программа, которая выводит на экран только одну строчку из этой базы данных, и ее невозможно скопировать целиком. Дальше. Если вы зах... Есть защита баз данных как таковая, то есть, есть юридическая процедура, которая называется защита базы данных. Это, конечно, защита программ для ИВМ делается, примерно. Плюс ее в том, что она даст вам защиту этого материала и вы можете легко обратиться в суд. Минус в том, что надо проверить, защищены ли у вас, если у вас есть пакет материал по защите личных данных, персональных данных. Потому что вопрос с персональными данными, это вопрос, который, вы знаете, висит над всеми. Никто за него особо по голове пока не получает, но вообще это серьезно. Это требует лицензии к ФСБ, это требует специальной... Ну, а куда реально приходят проверки? Они приходят, проверяют ЖСК. Вот у вас ЖСК дома есть, ТСЖ, да, какое-то? Вот если к нему приходят и проверяют, то у него есть список вас и ваших телефонов. За это ТСЖ должен получить штраф в размере 200 тысяч рублей. То есть сам факт наличия адресов, фамилии, телефонов и так далее в этой базе данных является вопросом требующего регулирования с точки зрения закона о защите персональных данных. Если этот вопрос решен, тогда вы спокойно подаете на защиту как базу данных. Если не решен, тогда лучше делать вот эти соглашения и делать это внутрикорпоративным вопросом чисто таки, договорным. Так, еще вопросы? Да. А может, не слышно? Да. То есть, лучше с места, потому что не слышно. Михаил, генеральный перерактор компании Kivov. Мы занимаемся тем, что делаем самые большие в городе, в лапши в городе. Так. У меня вопрос в чем? Мы сейчас заметили, что на рынке есть определенная доля компаний, которые занимаются сушей, пиццей. И этот рынок уже довольно насыщен. Собственно, наша компания занимается лапшой, китайской едой. И мы уже замечаем, что некоторые конкуренты, некоторые компании хотят тоже на этот рынок выйти. И, соответственно, очень боитесь за наши рецепты. Мы были первыми в топ-принципе в Тетбурге заниматься этой темой. И все рецепты наши авторские. А как защитить саму рецептуру? Как защитить авторскую рецептуру, да? Да. Да, хорошо, обратно. То есть, есть несколько вещей, касающихся рецептуры. Рецептура может быть той, которая внутренняя, которую знают только сотрудники компании. И рецептура, и, собственно, информация о продукции может быть внешне, ту, которую знают, как вариант. То есть, первое, что я бы вам рекомендовал сделать, это внедрить систему, при которой кто-то у вас в компании занимается защитой всех общедоступных материалов. Да? И составить вот этот пакет материалов, прописать договоры, защитить товарные знаки, естественно, и защитить фотографии, и, собственно, вот, описание. Потому что то, что я видел, особенно в сфере лимонской кухни, это вот копирование прямо от его один. А это не здорово. И в большинстве случаев вопрос решается претензией. То есть, вы приходите к конкурентам, которые это сделали, пишите претензию, они вынуждены что-то изменить. Потому что они так же ничего не защищают. То, что касается внутренних процедур, то у вас должна быть разработана договорная база, по которой сам тот человек, который разрабатывает эти процедуры, получает отдельно за это деньги. Он получает деньги не только за свою работу, но и за каждый отдельно разработанный рецепт. Что я имею в виду? Если вам фотограф сделал фотографию, то вы отдельно должны купить его время работы по договору и отдельно купить у него интеллектуальные права на эту фотографию. Причем стоимость может быть символически 10 рублей. Но вы должны проследить, что это отдельный договор, который вы сделали для того, чтобы эту рецептуру защитить. Поэтому, если у вас действительно авторские рецепты, которые вы изначально первыми внедряли, то лучше всего сделать вот такие комплексные договоры, будут работать. Поэтому, наверное, вот так. Да. с этим компанией «Темпроект» мы заставляем оборудование для ресторанов и кафе. Довольно часто ситуация, что мы по индивидуальным предложениям заказчика, заказчика, завода, витрины, какие-то элементы интерьера. Потом заказчик другой может увидеть у нас попросить выполнить то же самое. Если мы не имеем распоряжение от этого заказчика не делать то же самое, ну, в принципе, делать, то есть ли какая-то аккаунт. Опять, смотри, мы кого защищаем? За заказчика или за исполнителя? Мы-то всегда условно за заказчика, но при прочих равных, конечно, хочется продать. Окей, тогда я бы вам рекомендовал, то есть первое, это вопрос, конечно, этический. И первое, я бы вам рекомендовал ввести в прайс две позиции. Первое, как есть, а второе, с эксклюзивом. Так как вообще неизвестно, купят у вас когда-то в общем, такой, не купят, а сейчас получить на 25% больше, но чем плохо. Это очень нехорошо срабатывает. То же самое подойдет, но с эксклюзивом. Он эксклюзив по умолчанию, поскольку. Вот, в принципе. Поэтому это первое. Второе, что будет значит этот самый эксклюзив? Это значит, что вы действительно оформляете, обычно, за счет заказчика, на практике, который заказчик доплачивает деньги, чтобы оформить все документы. И если надо, то есть такое понятие промышленный образец. У него получается патент. Получается примерно то, что полгода-год. Действует в течение 10 лет. И вот этот промышленный образец гарантирует, что никто, кроме заказчика, или вас, или того, кто получил этот патент, не сможет разрабатывать вот такие вот материалы. Под страхом, опять же, тех карт, которые говорит нам уголовный код. Поэтому, первое, с чего надо начать, это вообще ввести внутренний стандарт, как вы собираетесь работать. Если вы хотите потом этот материал перепродавать, когда вы разработали чертежи, и вы хотите делать это еще куда-то, лучше это сразу делать и включить в договор с заказчиком соответствующий код. Не то, что мы будем что-то продавать, а что все права отработаны, остаются за исполнителем. Обычно в договорах они не очень просматривают, и пока не будет возможно к вам придраться точно. Если заказчик обратит на это внимание и скажет, нет, прождите, мы хотим, чтобы все права остались за нами, тогда вы составляете отдельный договор на передачу исключительных прав, и по сути до продаете исключительные права за отдельные деньги. Мне кажется, это самый удачный способ, который несколько раз видел в фирмах, производящих мебель. Именно мебель, профессиональную мебель для обстановки булочных. И она на практике была вот такая ситуация. То есть вот они вот так решили это. Спасибо. Правильно? Окей, тогда я буду завершать свое выступление. Если кто-то из вас хочет получить какие-то консультации, материалы, рекомендации или защитить своей объектной интеллектуальной собственности, проще всего сделать вот так. Это наш один из корпоративных номеров. Вы можете написать на него смс-ку. У всех есть мобильный телефон. Просто пишите смс-ку, как вас зовут, какую компанию представляете и что вам интересно. И наш эксперт может вам перезвонить и дать какую-то консультацию или подробнее рассказать о том, что вам будет ценно или важно. Компания называется «Битропатент». Меня зовут Дмитрий Новосельцев. Спасибо вам за внимание. Было очень приятно с вами сегодня поговорить.